Валерий Курасович Да, всем привет. Сегодня мы поговорим про небезопасные техники программирования на Java. Я вот побуду той самой бабушкой из анекдота, которая каждый день повторяла своему внуку слова, которые не надо говорить, которые плохие слова. Вообще в последнее время очень много шума вокруг этого Unsafe на фоне слухов того, что наконец в девятке его не будет, выпилят. И от чего вообще поднялась паника, мы постараемся сегодня разобраться. Вообще Unsafe существует уже довольно давно, с Java 1.4, и никогда не был публичным API, но тем не менее его очень активно используют, и с каждым годом популярность его только растет. Наверное, только ленивый Java-девелопер сейчас не знает, что такое Unsafe. И за это время оно уже успело обрасти горой легенд и мифов, чего только люди не хотят делать с помощью Unsafe. Ну, это знаете, как есть байка среди веб-девелоперов, что как сложить два числа? Не знаю, но скачай jQuery, там наверняка это можно делать. Вот примерно то же самое с Unsafe. Если чего-то нельзя делать, а может, значит, наверняка можно сделать с помощью Unsafe. Там класс выгрузить принудительно, сломать Security Manager, переопределить объект и так далее. Вот мне особенно нравится вот этот вот пример. Это реальный вопрос Stack Overflow. Я даже имел неосторожность на него ответить. Человек захотел принудительно освободить Java-объект, удалить из Java-хипа. Ну и нашел, конечно же, метод, вроде бы подходящий по названию в Unsafe. Но вот беда. Этому методу нужен адрес объекта передать. Ну а как получить адрес объекта? Да очень просто. Давайте возьмем хэш-код. Ну и как вы думаете, что будет при попытке выполнить этот код? Ну вот, примерно такое будет. Ровно поэтому этот класс и называется Unsafe, что одно неосторожное движение и все. Ну одно дело, когда у вас там падает exception в вашем приложении, и это никому не мешает. Это другое дело, когда там у вас работает application сервер, сотни приложений, и крашатся сразу все. Так что же Unsafe на самом деле появился? Он в Java 1.4. Вообще в Java 1.4 было очень много новых изменений. Появился первый способ залезть, заиспользовать память вне Java-хипа через директ-байт-буферы. И вот как раз для байт-буферов и используется внутри JDK Unsafe. Также для коммуникации с нативными частями JDK, в частности для графической библиотеки, для того, чтобы не гонять через GNI-методы туда-сюда. Выделяются структурки нативные в native коде, а используются напрямую, заполняются, читаются, пишутся значения непосредственно из Java-кода. Вообще говоря, это обычная практика, когда какие-то части платформы или части языка разрабатываются на этом же самом языке. И вот ровно для этой цели и был введен Unsafe в JDK. С появлением в Java 6 больших изменений в concurrency пакете, там тоже активно заиспользовали Unsafe. Ну а в Java 7 для метод-хендлов. И несмотря на то, что изначально это API, которое было только в Cyanus'ке, JDK, оно настолько получилось распространение, что все теперь вендоры GVM в том или ином виде в свои GVM вставляют Unsafe, что даже на Android он есть. Давайте заглянем, что же там внутри этого Unsafe. Благо дело OpenGDK у нас open-source проект. Можно взять, скачать исходники и посмотреть, что же там внутри есть. По сути это обычный синглтон-паттерн. Все как полагается с приватным конструктором и с геттером статическим. Но геттер этот не простой, а хитрый. Можно заметить, что он проверяет, откуда вызвался этот геттер. И если вдруг не из классов самой JDK, то бросать security.exception. И более того, чтобы нельзя было этот метод найти через reflection, вот есть такой хитрый фильтр, который позволяет зарегистрировать методы или поля, которые не видны через reflection. Но вот почему-то метод getUnsafe добавили в этот фильтр, а про поле с the unsafe забыли. Чем, конечно же, все и поспешили воспользоваться. Ну что? Все умеют reflection.pulse. Взяли, поставили accessible.true и достучались к приватному полю. Ровно так получили экземпляр unsafe. Ну и что теперь? Все поломалось. То есть теперь каждый может так вот взять, доставать через reflection unsafe и рушить все security Java, на которое угрохано столько сил. На самом деле это возможно до тех пор, пока вы запускаете себе security менеджера. Когда вы локально запускаете Java машину, то вас по умолчанию security менеджер выключен. Но если это вдруг какой-то чужой application сервер или там, не дай бог, апплет, то он просто-напросто не даст достучаться до этого unsafe. Попытка загрузить класс, который там ссылается на unsafe, приведет к такому исключению. Ну хорошо, значит локально мы можем у себя использовать unsafe сколько хотим. Но вот единственное неудобство, что мешает предупреждению. Сколько раз у нас unsafe используется, столько таких предупреждений будет. А вас, между прочим, предупреждали уже 8 лет, как предупреждают. И вот, наконец, сказали, что вот теперь-то мы уж точно его уничтожим. И с чего, получается, паника-то началась, когда предупреждали с самого начала. Причем даже это предупреждение можно взять и выключить, вот добавив в javac такой флажочек. Он будет линковать не со специальным файлом с символами, а напрямую с rt.jar. И тем самым все классы будут, в том числе и внутренне, восприниматься как нормальные. Окей, давайте посмотрим, что еще у нас есть внутри unsafe. Большинство методов нативные, то есть их реализация где-то внутри. И, в первую очередь, это метод для работы с off-hip-ом. Наверное, один из самых часто употребимых сценариев использования unsafe. То есть это метод для выделения памяти, освобождения. По сути, это рапперы над системным молоком. Ну, а чтобы работать с этой памятью, есть соответствующие методы getByte, getInt, getLong и аналогичные путеры. Но можно работать через unsafe не только с памятью вне хипа, но и с объектами в хипе. Для этого есть аналогичные методы, но которые принимают еще и аргумент object. То есть передаете object, смещение относительно этого объекта. Ну, как известно, объекты могут двигаться, поэтому надо передавать и объект, и смещение. А чтобы получить это смещение относительно объекта, то есть мы там не знаем, какое конкретно поле находится, но вот можем через методы unsafe опять же получить смещение instance поля или статического поля, или смещение начала, откуда начинаются элементы массива. И один из самых важных методов, который… Основной метод для связи off-хипа с хипом, это copy memory, который умеет копировать из off-хипа в хип, из хипа в off-хип и внутри этих регионов тоже. В общем, откуда угодно, куда угодно. Ну, хорошо, методы native, ничего страшного. Мы же сами можем с помощью GNI реализовать свой unsafe. Назовем его там Nissan Miska, Snow Miska, my unsafe. И вот сделаем такой getint. Профит? Работает? Ну, что не так с этим кодом, как вы думаете? Ну, это нативный вызов. Честный GNI вызов. Вот я уже на одном своем предыдущем докладе рассказывал, через что мы должны пройти, чтобы вызвать нативный метод. И на самом деле, кроме самого вызова нативной функции, есть еще много и много оберток, связанных с переходом из Java контекста в native контекст. То есть, проще говоря, это очень дорого. В то время как методы самого sunmiska unsafe, они в большинстве своем являются интринсиками. То есть, виртуальная машина знает про их конкретную реализацию, и во время JIT-компиляции нет как такого вызова, а транслируется этот метод в некоторых случаях вообще в одну машинную инструкцию. Например, любой get или put — это фактически одна move-инструкция. И что еще важно, в отличие от native методов, что методы unsafe исполняются как раз в контексте Java кода или в контексте виртуальной машины. Ну, какие-то влечет последствия. Это значит, что так же, как и все Java методы, они участвуют в вемных процессах. Например, когда для сборки мусора или какого-то другого safe point нам нужно остановить все Java потоки, то виртуальная машина будет ждать, пока эти все потоки придут в состоянии safe point, в том числе и тот поток, который потенциально исполняет этот unsafe код. У нас даже была один раз проблема, когда мы использовали активно memory mapped IO через unsafe или direct boosher, которые сами работают через unsafe, неважно. В общем, когда работаем с memory mapped файлами, то фактически любое обращение к памяти этого memory mapped файла может привести к записи на диск или к чтению из диска. В общем, к дисковой операции, которая неопределенно долго может исполняться. И из-за этого не только ваш поток не может достичь safe point, но и все остальные потоки виртуальной машины. И из-за этого получаются такие неожиданные VM паузы. Помимо обычных get-of-putов, есть еще get-of-putы с волатильной семантикой. С той семантикой, которая вам гарантирует волатайл-поля. Но мы же не можем завести волатайл-поля в off-heap. А вот с помощью методов unsafe также и в off-heap можем организовать взаимодействие между разными потоками. И, конечно же, это главный примитив синхронизации compare and swap. Есть и для inta, есть и для longa, который фактически сводится к атомарной инструкции процессора compare and exchange. И Java 8 дополнили этот класс unsafe. Несмотря на то, что его хотят уничтожить, убить, но внутри, для внутренних нужд продолжают развивать. В частности, появились различные типы барьеров, которые еще не описаны в текущем Java Memory Model. И другие некоторые атомарные примитивы. Вот, например, в отличие от многих других методов, как видим, get-and-dead, он не нативный, то есть у него есть конкретная реализация. И вот если вы когда-нибудь заглядывали в Atomic Integer, Atomic Long классы, то наверняка могли видеть вот такой же compare and set loop внутри атомик классов. А теперь их перенесли в unsafe. Как вы думаете, почему? Интринсики, да. То есть на самом деле в виртуальной машине исполняется не этот Java код, а фактически также в единственную инструкцию процессора, если, конечно, она поддерживается. Ну вот давайте посмотрим, как, например, Atomic Integer get-and-dead работала на седьмой Java и на восьмой. Вот с параметром print-assembly запустим, чтобы получить ассимблерный код. И видим, что на седьмой Java это, да, действительно честный cas loop, где в цикле вызывается compare and exchange до тех пор, пока он успешно не прошел. В то время как тот же код на восьмой Java вырождается в единственную инструкцию с атомарной add. Ну и я написал простенький тестик, который в нескольких потоках запускает атомарный инкремент и сравнил. А, здесь же, ради чего это вообще делалось? Есть ли какая-то выгода? И действительно, вот уже при достаточно большом количестве потоков, вот у меня на четырехпроцессорной машине и на четырех потоках там разница практически в четыре раза была. Помимо этого, еще много всякого барахла в Unsafe, например, для определения анонимных классов. Вот когда в Java 8 у вас инстанциируется экземпляр лямбда выражения, вот фактически для этого создается анонимный класс. Чем он отличается? Ну, не анонимный класс в привычном понимании, а тот класс, который не принадлежит ни одному класс-лоудеру. То есть он может быть собран сборщиком мусора сразу после того, как потерялись все ссылки на экземпляры этого класса. Конечно же, для рефлекшена, один из самых полезных методов, который позволяет создать объект без вызова конструктора, allocate instance. Ну и другое, куча других утилитарных методов, которые не являются, по сути, небезопасными, но вот просто их поместили сюда, потому что это было удобное место. А куда еще? Строуэксепшн, по мне, так вообще бесполезный, поскольку предполагалось, что этот метод может бросить checked exception даже из того метода, который не объявляет этот checked exception, но, как известно, можно это сделать даже и средствами языка, не прибегая ни к кик-крансейфам. Кстати говоря, знаете, как это можно сделать? С дженериками все так. Упражнения, в общем. Но какие-то методы и удаляются. Вот в GDK 8 задеприкатили методы, которых уже нет в Java 9, которые позволяют в отдельности осуществить операции захвата и освобождения монитора, того самого монитора, который синхронист, ключевое слово, делает. Ну просто не было сценариев даже внутри самого GDK их использования. Еще мало кто знает, что были так называемые фантомные методы в unsafe, которых практически не было написано в самом классе unsafe, но hotspot про них знал. Для экспериментов были сделаны такие интрински в hotspot, например, для осуществления префечий. И если бы вы сами добавили эти методы в unsafe и подсунули их в Java, то мистическим образом бы hotspot их понял и они бы работали ровно так, как ожидается. Но тем не менее, это все уже дела давно минувших дней и теперь можно про это забывать. Так для чего же… В GDK понятно, а для чего используют все остальные сторонние пользователи, для кого как бы не предполагалось-то. Ну, как я уже говорил, off-hip в первую очередь. Это большие коллекции, всякие списки, мапы и так далее. Но одна большая проблема с javascript объектами, что их ограничение на 2 гигабайта, там, что на массивы, имеется в виду на 2 миллиарда элементов. То есть вы не можете создать массив длиной больше интегра max value и также директ буфер не можете, никакой буфер не можете создать, просто потому, что индексация у него интовым полем осуществляется. Ну, а сейчас уже память стала дешевая, это нередкие ситуации, когда в один сервер ставят по 200 гигабайт оперативки. У нас есть кэши, у которых есть по 256 гигабайт RAM. Ну и понятно, что если мы создадим хип такого размера и попытаемся маленькими частями какую-то большую мапку такую поместить, то нам грозят фатальные gvm паузы. Вообще говоря, кэши — это самый плохой сценарий для сборщика мусора. Ну, почему? Потому что, с одной стороны, объекты, они долго живущие и, скорее всего, проваливаются в старое поколение, а с другой стороны, они все-таки не вечные. И рано или поздно там по алгоритму LRU или какому-то другому они высесняются из кэша, тем самым образуя фрагментацию. Вот, кстати говоря, от фрагментации в хипе, ну, знаете, наверное, да, что в CMS коллекторе сборщик в старом поколении, он некомпактизирующий. Из этого неизбежно появляются проблемы с фрагментацией. То есть если мы выделяем там огромные массивы на несколько десятков мегабайт, выделяем, освобождаем, то рано или поздно открывается ситуация, когда уже вроде бы место в хипе еще и есть, но вот непрерывного этого куска на несколько мегабайт не будет. Олег в свое время даже пофиксил проблему в Кассандре, когда bloom-фильтры, они были изначально в виде таких больших непрерывных массивов, вот он разбивал их на более мелкие массивы, как раз для того, чтобы избежать проблемы с promotion-failers. Ну и что еще нам дает в хип-коллекции, это возможность расположить данные так, как мы этого хотим. Ну вот если взять классический мэп, то запись в нем содержит обычно два указателя, указатель на ключ и значение. Ну вообще, говоря, любые объекты, мы не можем на них сослаться, кроме как посылки. А ссылка — это всегда плохо для процессора. Дереференс — обращение там фактически к рандомному участку памяти. Мы же хотим положить их рядом, что вообще работать с последовательными данными процессор всегда лучше, чем с случайным доступом. Так, например, работает оффхип хешмапа в нашей библиотеке, которая активно использует всякие такие небезопасные unsafe методики. Но тем не менее, вот это отличный аналог мэпы, который располагается в оффхипе. Мы вчера уже рассказывали про… сравнивали хешмап с дотнетовским дикшнери, и вот как раз здесь используется примерно такая же структура, как в дикшнери. То есть ключи и значения лежат рядом, чтобы обеспечить локальность. Ну хорошо, давайте напишем простенький вариант какой-нибудь оффхип коллекции. Это будет лист. Как обычный рейлист, только с примитивами лонгов и в оффхипе. Ну для этого что нужно делать? Выделить память в оффхипе через unsafe allocate memory. Там при необходимости наращивать эту память. А методами put long, get long обращаться к элементам массива. Вроде все основное есть. Чего здесь не хватает? Да. Выделить-то мы выделили, но когда освобождать память? Да, у нас есть метод free memory в unsafe. Но какие могут быть с ним проблемы? Пожалуй, это самый небезопасный метод, как мы видели уже в примере с крыш-кодом. Но даже если мы освободим память, которую мы точно знаем, что мы выделяли, может возникнуть ситуация, это когда другой поток попытается использовать эту память, которую мы уже освободили, что неизбежно приведет к крашу. Как от этого можно было бы обезопаситься? Это завести дополнительный флажок в всей структурке и на каждую операцию добавления или чтения проверять, а не освободили ли мы уже эту память. Но если мы заводим такой флажок, то он должен быть с операцией get и add, они должны быть атомарны применительно к проверке этого флажка. То есть какие-то локи накручивать, и получается, что простейшие операции, как обратиться к памяти, они уже обрастают не с размерными накладными расходами. И вот единственный такой стопроцентно надежный способ освободить память заключается в том, чтобы освободить память только тогда, когда у нас уже заведомо потерялись все ссылки на этот объект в хипе. То есть использовать какой-нибудь phantom reference или climber, который тоже приватный класс. Идея какая? Что мы привязываем наш оффхип регион, который хотим потом когда-нибудь освободить, к какому-то объекту. И когда этот объект будет недостижим, reference соответствующий будет положен в reference queue. И каким-то отдельным потоком мы разгребаем эту очередь и освобождаем ссылочки, освобождаем адреса оффхип регионов. Так, а у директ-буфера… Директ-буфер ровно так и работает. Кстати говоря, почему действительно не директ-буферы? Какие с ним проблемы? Ну, во-первых, уже указанная проблема большого размера. То есть индекс у нас int по какой-то неведомой причине. Директ-буферы, они не потокобезопасны. То есть там нельзя записать что-то, прочитать с волатильной семантикой. И у него нет того самого free memory. И из-за этого можно такие казусы увидеть внутри самого GDK кода, который я сейчас покажу. Но если нельзя, но очень хочется, как говорится, то можно. И опять же при помощи приватного API можно освободить и директ-буфер. Но тем самым, достучавшись до вот этого клинера, который есть внутри директ-буфера, освободив память, вы рискуете напороться на те же самые грабли, что в одном потоке освободили, а другой… Да даже не обязательно в другом потоке, в том же потоке, но попытались использовать директ-буфер после освобождения. Все, краш. Чтобы этого не происходило, вот такие казусы можно увидеть в самом GDK коде. Например, при выделении файла мы видим, что у нас… При отображении файла видим, что у нас не хватает памяти. Может быть, у нас есть какие-то директ-буферы, которые уже старые, и их можно освободить, но вот они еще не успели освободиться. И что мы для этого делаем? Запускаем сборку мусора и ждем 100 миллисекунд. И потом пробуем заново. Вдруг уже этот system.gc собрался. Ругают, ругают нас. Говорят, не используйте. И вот эти же люди сами вот такой код пишут в GDK. Нормально. Но это хорошо, что 100 миллисекунд. Вот в Java 9 я смотрел там… Видимо, они поняли, что 100 миллисекунд – это может быть недостаточно, или наоборот, в некоторых случаях слишком много. Наворотили вообще хитрую логику. Такой экспоненциальный back-off. То есть сначала ждем немного, потом чуть подольше, потом еще дольше и так далее. И ту же технику стали перенимать в других проектах. Вот, например, в Cassandra. Правда, в Cassandra разработчики куда менее оптимистичны были по поводу 100 миллисекунд. И сразу решили, давайте-ка подождем минутку, прежде чем еще раз попытаться освободить файлик. Как уже в аудитории верно заметили, что можно из директ-буферов получать прямой указатель, и наоборот, то есть вещь взаимозаименяемая. Также через reflection можно вытащить из поля адрес, абсолютный адрес и работать с ним дальше, как с сенсейфом. Но а в чем выгода? Может просто использовать тогда, если у нас нет таких вот больше двух гигабайт директ-буферов, может просто и использовать директ-буферы? Ну вот, да, есть подозрение, что будет директ-буферы чуть медленней. Ну, за счет чего может быть медленней? За счет проверок на границе выхода за пределы байт-буфера. За счет проверки endiness. Как известно, что байт-буфер можно в любой момент переключить в режим другого endiness. То есть на лету поменять из little ending, big ending и наоборот. И из-за этого, получается, при каждом get-int, put-int мы должны проверять, в каком режиме сейчас байт-буфер работает. И все это на колодине расхода определенно делать. Я не пленился, померил, там простейший бин разложил в байт-буфер, разложил в off-hip. В принципе, действительно, как я ждал, что напрямую работает чуть быстрее, хотя надо дать должность, что не сильно быстрее, то есть там в каких-то полтора раза. Окей. Для чего еще используем? Вот как раз для маппинга больших файлов. Там больше двух гигабайт. И для совместного использования этих файлов несколькими процессами. Или, например, для того, чтобы расположить эти off-hip кэши в off-hip memory, которые бы у нас не пропадали при рестарте приложения. У нас в Одноклассниках как раз такая методика активно используется. То есть мы кэши располагаем в shared memory для того, чтобы, загрузив приложение вновь, у нас хип не потерялся. То есть обновили версию программного печенья, а накопленный кэш остался. Ну и кроме того, возможность напрямую оперировать указателями дает нам некоторые преимущества. Например, мы можем явно сказать операционной системе, что вот мы хотим, чтобы такая-то область памяти никогда у нас не уходила в своп, что нам она всегда нужна. Вот как раз пример, как выделять большие байт-буферы больше 2 гигабайт. В смысле, мэпить файлы в память. Можно, конечно, было бы для каждого отдельного случая написать свой GNI-код, который бы делал ровно то же самое. Но если уже в GDK это есть, то почему бы это просто не использовать? То есть это хороший платформный независимый способ замапить файл в память больше 2 гигабайт. Ну как хороший? Хороший с той поправкой, что это приватный API, который опять же там, на который будет у вас Java кругаться и который в очередной версии GDK может быть выпилен. Другой вот сценарий, про который как раз Мартин Томпсон любит рассказывать. И вообще говоря, он сам сильно против удаления unsafe из Java. Ну понятно почему. Потому что система, не блокирующая очереди и прочие структуры, они сильно основаны на потокобезопасных буферах, которые вам не гарантируют, для которых у вас больше нет механизма, кроме как unsafe. И более того, что порой вам не нужна полная семантика барьеров доступа к волатильным переменам. То есть нужен, например, ордеринг только в рамках одного потока. И использование волатильных перемен в данном случае было бы чрезмерно overhead. Но просто сейчас в Java нет такого API, чтобы гарантировать строгий ордеринг в рамках одного потока, но без барьеров. Ну и для совместного использования структур в разных процессорах. Например, в Chronicle Map один кэш может использоваться одновременно несколькими процессами. И для этого необходимо делать межпроцессовые локи. А как их можно делать? Ну вот на овхипе-регионах с помощью атомарных операций. Но, как мы помним, у нас кроме как unsafe нет атомарных операций. Другой пример использования для различных алгоритмов кодирования и декодирования. Вот это пример реального кода из цикла алгоритма XXHash. На сегодняшний день один из самых быстрых и качественных алгоритмов кэширования. Вот он работает блоками по 16 байт, и в основе его лежит операция над 30-битными целыми числами. Кто когда-нибудь писал какой-нибудь алгоритм кодирования и декодирования, знает, что видел или сам писал подобный код, что чтобы получить int из байтового массива, надо провести некоторые хитрые манипуляции с этими байтами, подвинуть их, выполнить битвы и операции. А если бы с помощью unsafe, это можно было бы сделать одним методом, который у нас в одну инструкцию вырождается. И если это дело померить, то видим, что, в общем, есть на чем экономить-то, что для достаточно больших массивов разница может составлять аж в три раза. Просто за счет того, что мы не делаем этих операций, манипуляций с байтами и битами. Хотя, если научить JIT-компилятор распознавать вот эти вот паттерны, ну, пока JIT-компиляторы этого не умеют. А скорости хочется уже сейчас. Ну, один из моих любимых примеров, без чего сейчас в принципе нельзя обойтись без unsafe кода, это для сериализации и десериализации. Ну, во-первых, сериализация и десериализация, это опять же в каком-то виде кодирования и декодирования. Это возможность доступа к полям, в том числе чужим приватным полям других классов. И здесь у нас есть либо reflection, либо unsafe. И, наконец, возможность создавать объекты без вызова конструктора. А здесь у нас, в принципе, нет никаких альтернатив, кроме как unsafe. Ну, не считая только Geni-метода. В нашем опенсорсном проекте в алгоритме сериализации как раз активно используется другая техника, опять же небезопасная. Наследование от магического класса. Если вы наследуетесь от этого класса, то hotspot не будет проверять байт-код, не будет верифицировать. А значит, что вы сможете писать в байт-коде какую угодно ерунду, которая может краснуть вашу GVM, но при всем при этом позволить делать и другие полезные действия, как, например, читать и записывать приватные поля, и даже финальные. И также создавать и объекты без вызова конструктора. То есть мы можем на уровне байт-кода написать new, но не вызов конструктор. В обычном случае такой бы байт-код сгенерировал у вас exception, error во время верификации. Но если верификации нет, то нет и ошибки. Окей. Но, наконец, нам приходится работать с тем, что даже unsafe не позволяет делать. Даже unsafe не всемогущий. Например, мы знаем у себя в системах, что мы работаем всегда с Linux, 64-битным. То есть нам портируемость не нужна на другие платформы. Но мы хотим использовать максимум возможностей, которые предоставляет операционная система. И для этого приходится писать свою библиотеку G9 для работы с сокетами. Для того, чтобы заиспользовать фичи TCP, IP, которые присущи для Linux конкретно, либо интегрироваться с OpenSSL. Несмотря на то, что сейчас в Java Security добавили ряд улучшений, в том числе и сделали интринсики для IES, кодинга, декодинга. Но пока что до OpenSSL им еще догонять и догонять. Работа с памятью и вводом-выводом. Вот пример. Когда у нас кэши писали, большие объемы данных скидывали на диск. То есть снэпшот делали кэша. И вот во время записи, если делать это стандартными средствами, во время записи на диск неизбежно вот этот дисковый кэш, он остается в памяти, линуксовый. И у нас нет никаких способов средствами Java сказать, что нет, не надо операционная система, не храни у себя эти куски памяти, они нам не понадобятся. Просто для того, чтобы записать сейчас на диск и забыть, они нужны. И пока что это можно сделать только с помощью нативных хинтов. Многие знают, наверное, проблему веб-серверов, что чтобы поднять веб-сервер на 80-м порту, мы должны запустить предложение из-под рута. Но никто же не хочет, чтобы его веб-сервер работал из-под рута, потенциально предоставляя злоумышленнику неограниченные возможности. Поэтому типичный способ решения проблемы это запускаем предложение из-под рута, открываем 80-й порт, и после чего понижаем привилегии и переключаем к другому пользователю. Опять же, в стандартных средствах GTK такого нет. Приходится прибегать к нативному методу. Или для того, чтобы, например, размазать потоки, привязать их к конкретным ядрам для наиболее эффективного использования ресурсов процессора. Окей. Так, в чем же действительно ли уничтожение от сейфа такая проблема? Вообще все началось с одного замечательного летнего поста в одном из блогов, который моментально за день разбежался по всему интернету, в котором автор, не стынясь в выражениях, называл полные катастрофы и планы по уничтожению от сейфа, что мир уже больше никогда не будет прежним разделиться на то, что было до Java 9 и после Java 9. И все ваши работающие приложения поломаются, и вам придется их перекомпилировать заново и так далее и тому подобное. Какие-то в лучшем случае добавлять специальные внутренние флажочки к ходспоту, которым будет говорить, что можно использовать такие ансейфы. Ну, действительно, люди делятся на тех, кто не работает с ансейф, и на тех, кто думает, что не работает ансейф. Даже если вы не работаете с ансейф напрямую, то это делают библиотеки, которые вы используете. То есть там та же Кассандра, Хаду, Бугуава, все в том или ином виде используют нутриент сейф. Другое дело, что у одних есть фллбеки, у других нет фллбеков. Но вот глядя на эти проекты, которые у всех наслухуют, действительно кажется, что это катастрофа. С чего вообще все началось? Вообще говоря, идея-то сама хорошая, что приватный API, оно, во-первых, опасно. То есть дать в руки приватный API, это все равно, что дать гранату в руки обезьяне. Просто если начинают пользоваться тех, кто не знает, как этим пользоваться, вот как в примере с кэш-кодом. То есть, проще говоря, в целях безопасности. Ну и даже если мы скроем этот ансейф внутри одного класса, то у нас нет гарантии, что где-то внутри GDK инстанс этого ансейфа не просочится наружу через какие-то другие поля других классов. Поэтому проще было бы на уровне платформы просто закрыть доступ к этому классу в принципе. Ну и, наконец, проблема поддержки. То есть, с одной стороны, разработчикам GDK приходится оглядывать, даже когда вот они свою внутреннюю API не могут поменять без оглядки на сторонних разработчиков, которые эти внутренние API используют. А с другой стороны, у самих разработчиков нет гарантии, что этот API останется неизменным. И началось все с проекта Jigsaw по модульности долгожданной в GDK. Ну и сам этот проект уже давно, но вот где-то год назад он был уже сформулирован в виде конкретного enhancement proposal и был таргетирован в Java 9. И вот в очередной раз Марк Рейнхольд, главный архитектор Java платформы, рассказал на конференции о планах по модульному GDK и упомянул, в частности, что он повлечет за собой скрытие unsafe. Ну почему? Потому что теперь у разных модулей будут явно прописаны зависимости, какие модули каким пакетом могут обращаться. И по дефолту у сторонних пакетов и у сторонних приложений у них в принципе не будет доступа к этому классу unsafe, потому что ни через key reflection хаки не смогут его получить. То есть no class dev found error. И тут-то народ засветился. В первую очередь люди, чей бизнес во многом зависит от наличия этого приватного API. Ну, например, Hazelcast, который свои in-memory гриды строит и во многом основываясь на unsafe. И организовали дискуссионную группу, где стали решать. Собрали заинтересованных людей из всех этих вышеперечисленных проектов. Мол, что будем делать? Тут же как раз и вышел этот знаменитый апокалиптический блок. Месяцем позже была такая конференция, ну, даже не конференция, а тусовка на Крите, где вот эти большие дядьки обсуждали, а что же нам делать с unsafe, как дальше жить. В общем, на этой конференции столько разговоров было, что об unsafe. Ну, надо должное, что Oracle прислушался, и уже спустя месяц Марк Рейнхольд снова рассказал. Планы немного подкорректировались, и на Java Language Summit Марк Рейнхольд предложил новую стратегию миграции на Java без unsafe. Ну, и в чем она заключается? Что если у нас есть какой-то приватный API, у которого есть хорошая замена в Java 8, то просто ее прячем в Java 9, депликейтим. Ну, и на крайний случай оставляем возможный доступ через ключик. Но с теми API, которым адекватной замены нет, ну, это большинство как раз этих unsafe классов, которые я уже сегодня упоминал, то с ними пока что ничего не поделать. То есть, надо признать тот факт, что Java 9 еще не готова к отказу от unsafe. То есть, можно вздохнуть спокойно, в Java 9 он еще будет. И может быть только в следующих версиях Java, когда найдут адекватную замену, то сначала в той версии, где будет замена соответствующим API, приватный API скроют, а еще через одну версию его удалят. Так что можно расслабиться, и Java 10 выйдет еще не скоро, там, наверное, в 2018, в 2019 году. Короче говоря, до чемпионата мира по футболу можно жить спокойно. Но при этом постепенно мигрируя в ваше приложение. Так давайте же посмотрим, что нам предлагают в плане миграции. Ну вот, что касается активной функциональности, которой у нас сейчас нет даже в unsafe. есть Project Panema. В его основе лежит библиотечка Java Native Runtime. В принципе, Java Native Runtime можно использовать уже сейчас, но единственное, что сейчас-то будет, сейчас она работает целиком и полностью поверх GNI. Но хотелось бы, чтобы вызов этих нативных методов был более эффективен. То есть в идеале там вообще без переключения в контекст нативного метода. И вот одной из задач как раз и ставить себе это Project Panema. И так вот вызов методов типа setuit выглядел бы довольно просто. Ну и, наверное, самое интересное, что уже появится в Java 9, это вархендлы. Подполагалось, что он заменит большую часть функционала, предоставляемого unsafe, но давайте посмотрим, так ли это. Ну что такое вархендлы? Кто видел метод хендлы, то может увидеть что-то знакомое, что API выглядит примерно так же. То есть, например, чтобы получить хендл на какое-то поле, может быть, даже приватное. Вот через место вархендлы с lookup указываем класс, какое поле, его тип. Здесь же единожды проводятся все необходимые security-чеки, и если они прошли успешно, уже дальше этим вархендл можно пользоваться. Например, несмотря на то, что поле у нас не волатильное, исполнять какие-то атомарные операции на нем с соответствующей семантикой. Помимо хендлов на обычные поля, можно еще делать хендлы на конкретные элементы массива или даже делать в южке массива. То есть у нас был байтовый массив, а здесь мы его представим как лонговый массив. Ну вот, помните, как раз для задач кодирования, декодирования было бы полезно. Но выглядит это несколько монстрообразно, согласны? Ну что касается в хипа вархендлы это тоже как бы решают, позволяя создавать вархендлы в южке на байтбуфер. Но при всем при этом проблемы, которые были у байтбуфера, они остаются и здесь. Это размер 2 гигабайта, невозможность адекватного освобождения. Чтобы не писать, конечно, такие монстрообразные структуры, хотелось бы какой-то синтакс шуга, но сейчас это уже не является задачей вархендлов и, возможно, появятся в каких-то будущих версиях. Также в Java 9, впервые со времен Java 5 пересмотрят Java Memory Model, добавят семантики барьеров и ордеринга, в связи с чем появятся в вархендлах дополнительные методы get-ов и put-ов с такой вот либо сослабленной, либо со строгой семантикой. И различные типы барьеров. А вот то, как раз, чего хотелось бы видеть в Java 9, но что, к сожалению, не успевает появиться. Пол Сандес, кто сейчас как раз ведет разработку вархендлов, он предлагал концепцию memory regionов или off-heap regionов, не знаю, как они будут называться, то есть это те как раз регионы off-heap, которые можно будет аллоцировать, которые будут больше 2 гигабайт и которые можно представлять в виде вархендлов и использовать операции get-and-that с ордеринг семантикой, с барьерами и прочим. Давайте посмотрим, а может быть для сериализации что-нибудь придумают. Пока что единственное близкое то, что можно использовать кроме unsafe allocate instance для создания объектов без вызова конструктора это вот reflection factory, у которого есть метод new constructor for сериализation. То есть он дает конструктор, который не конструктор этого объекта, который мы хотим создать, а конструктор другого, например, конструктор объекта. То есть мы можем создать наш объект, вызов пустой, фактически конструктор объекта. Но пока что это закрытый опять же приватный API, то есть равносильно считаете unsafe, и планы по тому, чтобы сделать публичным методом довольно смутны, поскольку возникают кучи проблем. Что нам делать с final полями? То есть получается, что объект, созданный с помощью такого метода, у нас будет недоконструированный и как-то их нам нужно будет в рантайме отличать от полноценных сконструированных объектов. ходят разговоры о концепциях каких-то frozen массивов, которые можно для этого использовать, но пока что это все еще на уровне разговоров. И до сих пор единственным стопроцентно надежным способом публичным остается вариант использования GNI метода. То есть это можно, но вам нужно писать GNI код со соответствующими GNI расходами и поддерживать для каждой платформы. То есть запускайте в продакшн на Линуксе, разрабатывайте на Windows или Mac и вот для каждой платформы должен быть код, что конечно неудобно. И вот это наверное суть моего сегодняшнего доклада, что конечно это не такая катастрофа, про которую пишут, но согласитесь, что адекватной замены до сих пор пока нет. Ну и напоследок хотел бы привести еще пару примеров, что каких еще бывают проблемы с unsafe. Даже если вы сами используете unsafe правильно и полностью осознаете, что делаете, то баги могут возникнуть и в коде GDM. И мы с такими реально сталкивались не раз. На Java 6, например, даже такой простой цикл он вас привел бы к крашу. Дело в том, что когда вы напрямую используете методы unsafe, вы можете породить такие сценарии компиляции Java кода, которые в случае использования нормального Java кода никогда не возникнут. И из-за этого гораздо проще напороться на какую-то вемную багу, используя unsafe, нежели чем стандартный протестированный хорошо API. Ну и в частности потому, что еще unsafe он не так хорошо тестируется как публичный API. Ну вот это причислили только несколько багов, на которые только мы у себя в одноклассниках напарались, которые тем образом связаны с unsafe. Некоторые из них вообще не связаны с unsafe, а проявляются просто баги в компиляторе. Но которые проявились как раз именно на unsafe коде. Только потому, что их очень сложно воспроизвести легальным Java кодом. То есть товарищи из Oracle должны быть нам благодарны за то, что мы используем этот unsafe и находим баги, которые иначе было бы просто не найти. Вот одна из таких багов была использована, была найдена совсем недавно. И по фикшн только в последней версии HDK. там была проблема в уровневой компиляции, точнее в C1 компиляторе. И из-за этого мы сейчас на всем продакшене у себя отключили эту уровневую компиляцию, просто чтобы код сразу генерировался с максимальным уровнем оптимизации в C2. и до сих пор остаются баги не по фикшн, которые тоже темным образом связаны с unsafe. Пример приводил на одном из прошлых докладов, когда в shared memory пишете большие байтовые массивы, вы можете создать файл в shared memory больше, чем у вас есть доступные свободной памяти, но при этом в середине записи у вас возникнет exception. Хорошо бы exception, но это возникнет exception на уровне операционной системы. У вас фактически crash. В общем, это все, что я хотел сказать на сегодняшний день. Жить без unsafe можно, но грустно. Спасибо, Андрей. У нас есть немного времени на вопросы. Спасибо за доклад. А вот вы сказали, что использовали openSSL через GNI. А скажите, для каких задач нельзя ли там было просто через какой-то прокси, если это для HTTP, например, через прокси трафик гонять, который это все за вас бы делал? Или что там за задача? Ну да, ровно для нашего HTTP сервера. А чем хуже поставить перед ним там Nginx какой-нибудь, который будет за вас делать всю работу с HTTPS, а уже к вам будет… Проксирование фактически нужно реализовать. Но просто дополнительные сложности и для администрирования то, что нужно фактически две системы менеджить администратором. Это и сложности в плане производительности. Мы проводили на самом деле эксперименты с Nginx и вот из коробки это не работает вообще. То есть там на уже где-то 3 гигабитах в секунду CPU usage вырастает до 100%. Кроме того мы используем OpenSSL не только для HTTP, но и также для нашего внутреннего ремоутинга, для общения сервисов друг с другом по защищенным протоколам. В чем нам Nginx в принципе не поможет. Вот такой вопрос. Зачем использовать FileChannel Impul Map0 если во-первых ну это как бы приватная API GNI неприватная. Во-вторых там нельзя настраивать размер страницы. Зачем использовать что еще раз? И в третьих у вас только Linux. FileChannel Impul Map0. А, FileChannel Impul зачем использовать если есть что? Во-первых у вас только Linux, то есть вам не нужно кроссплатформенность этого метода. Во-вторых он все-таки приватный и в-третьих там нельзя настраивать размер страницы. То есть по идее GNI всем лучше. Я же рассказывал в чем проблема с нативным кодом. То что хорошо, да у нас весь продакшн на Linux но при этом у нас есть разработчики которые пишут работают на Windows ноутбуках и на Mac и в каком-то виде девелоперская версия все равно должны запускать у себя иметь возможность. Ну а как тогда? И если есть кроссплатформенная решение то используем его. Но фуллбэк есть. Скажем так. Можно вопрос еще такой? А вот вы когда работаете с Sensei не возникает у вас желание допустим часть приложения переписать на C++ просто, чтобы был достаточно такой законченный кусок и через GNI где там может быть уже не так сильный трафик возникнет? Мы делаем ровно обратное. То есть вначале у нас так и работало. Например, те же кэши были написаны на C, хранили структурки в памяти выделяемые локом, но это вообще получается неподдерживаемая система и очень сложная и важная. Почему? Во-первых, нужно структуры все дублировать и в Java коде DFC и нужно постоянно перегонять туда-сюда вот через GNI функции байтовый массив. То есть нельзя просто так взять и объект отдать нативному коду. То есть его надо как-то сериализовать и передать в native. И последний вопрос. У меня два вопроса. Во-первых, в интерпретируемом фрейме вызовы на unsafe они каким-то образом оптимизируются или происходит вот эта вот честная цепочка в GNI. И второй вопрос. В off-hip коллекциях вы размещаете только числа или там есть возможность с какими-то структурами объектами в качестве ключей значений работать? Что касается off-hip объектов, да, то есть мы не можем сохранить туда объект именно в джавском смысле, в смысле джава объекта, поэтому надо сериализовать. Для того мы в своей библиотечке его и написали алгоритм сериализации, который даст фору многим стандартным и широко употребимым алгоритмам. Трон для того, чтобы перегонять быстро джава объекты из хипа в off-hip. А первый вопрос про а, про unsafe в интерпретируемом режиме. Там, да, происходит честный вызов native методов. То есть интерпретируем режим неоптимизированный. Спасибо, Андрей, за доклад. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо.